МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 41-летний автолюбитель ответил весьма размыто. Двигался более 100 км в час. Тем не менее, держался мужчина очень уверенно. Он ни капли не сомневался в том, что его вины в случившемся нет. Говорит, появление человека на дороге не ожидал. Вокруг нет ни автобусных остановок, ни магазинов, ни домов. Как следствие, нет и пешеходного перехода. Человек переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. В кромешной тьме увидеть препятствие издалека шансов не было. Когда свет фар выхватил из темноты человеческую фигуру, было слишком поздно. Водитель нажал на тормоз и вывернул руль вправо. Правда, результата это никакого не принесло. Врачи скорой помощи, прибывшие на место аварии, помочь пострадавшему уже были не в силах. Никаких документов у мужчины при себе медики не нашли. На вид погибшему около 30 лет. Минувшей ночью произошел и еще один наезд на пешехода. На этот раз в черте города. Нетрезвый прохожий попал под колеса Тойоты Олеон на Матвеевском шоссе в районе остановки пилотов. Поговорить с пострадавшим автоинспектором не удалось. Мужчина был в неконтактном состоянии. Правда, от полученных травм или от количества выпитого пока большой вопрос. Начинающий автолюбитель же озвучил полицейским такую версию. Пешеход появился перед машиной с левой стороны. Экстренное торможение и смещение вправо избежать аварии не помогло. Иномарка задела пешехода правым крылом. Мужчина, оставив в лобовом стекле весомую брешь, рухнул на асфальт. Горожанин, на вид которому около 50 лет, вышел на дорогу в неположенном месте. Вероятнее всего, выбор места для перехода проезжей части основывался не на принципе безопасности, а на принципе наименьшей удаленности. Одним словом, была выбрана самая короткая дорога. В сумке у пешехода лежали две бутылки водки, одна из которых была початая. Легкая одежда пострадавшего, несмотря на довольно прохладную погоду, натолкнула полицейских на мысль, что ныне пострадавшие из числа местных жителей раненого доставили в больницу.